Национальный интерес — это сформированная в сознании, в массовом сознании, в сознании граждан потребность в каком-то внешнеполитическом действии. Сформированная в массовом сознании, в сознании граждан, потребность в каком-либо внешнеполитическом действии. Опять же, для ликвидации, например, угроз, для предпрощения угроз, потребность в каком-либо внешнеполитическом действии. Вот национальный интерес – ключевое понятие, конечно, всех теорий международных отношений. И национальный интерес, национальная безопасность тесно связаны. Но если кто нас отвечает за национальную безопасность в стране, кто должен ликвидировать все угрозы, которые возникают в России. Главнокомандующий у нас президент, Министерство обороны, разведка и так далее. Национальный интерес касается, прежде всего, граждан. Это не только концепция внешнеполитической безопасности, внешнеполитическая доктрина России. Это то, как вы видите место и роль России в современном мире. Соответственно, какие угрозы вы сами видите, которые стоят перед Россией, и внешние угрозы, например. То есть, например, считаете ли вы, что Курилы надо отдать японцам? Если да, например, то, в общем-то, сохранение Курильских островов не является национальным интересом, в полном смысле слова, даже если представители государства не думают по-другому. Считаете ли вы, что, например, расширение НАТО и формирование, размещение элементов ПРО, например, на Украине, это вообще угрожает интересам России или это вообще не угрожает безопасности России? То есть, это еще раз говорю, что это мнение и отношения самих граждан. Современная система международных отношений в статье обращается к принципу, который был определен более 300 лет назад. Значит, отметить, в 1648 год, это знаменательная дата в истории международных отношений, был заключен Вестфальский договор. В Вестфальске. После 30-летней войны в Европе заключили Вестфальский мир, и Вестфальк определил ключевой принцип системы международных отношений, принцип, который существовал до недавнего времени. Фактически, в статье говорится о тех трансформациях, которые происходят в последние 15-20 лет. Нарушаются принципы, правила поведения, которые были сформированы еще в 17 веке. Почему принцип Вестфальк сделал принцип государственного суверенитета, невмешательства, что значит суверенитет, независимость государства от других государств, и главный принцип невмешательства во внутренние дела государства. То есть, фактически, значит, главный принцип государственного суверенитета невмешательства во внутренние дела государства. Фактически Бестфаль делит политику на внутреннюю, внутреннюю и внешнюю. То есть есть внутренняя политика, которая не касается абсолютно других стран мира. И когда Россию обвиняли на нарушение прав человека, например, в Кучне, неизменно власти России отвечали в соответствии с принципом Бестфалии, правилами международных отношений, что это наша внутренняя проблема. Это больше никого не касается. Это внутренние, это ложечки, все, что происходит внутри. И есть внешняя политика, внешняя политика, это отношения между государствами. Это как раз система взаимодействий. То есть Бестфаль придумал это общее правило, которое сохранилось более чем на 300 лет. И сейчас эти принципы, хотя они еще существуют, но они, конечно, изменяются. В связи с тем, что ситуация в мире в целом она, конечно, трансформировалась. Это не значит, этот принцип не означал, что больше никто не нарушал границы других государств. Смешивались, нарушали. Но общие правила отношений, международных отношений, вот закон был таким, что это внутреннее дело государства. Значит, 1815 год. Венский мир. Вена. Венский мир. После наполеоновских войн. Вновь ключевым принципом обозначен принцип не нарушательства. Венский мир. В 1815 году. Дальше. Уже 20 век. В 1919 год. После Первой мировой войны был закреплен новый мир, новый договор, как он назывался. В 1915 году. Историю вспоминаем. Который привел ко Второй мировой войне, фактически, Сверсальский договор, который стал основой. Те меры, которые были приняты в отношении Германии, они повлияли, конечно, на Вторую мировую войну, на начало Второй мировой войны. Сверсальский договор, и более того, впервые в истории мира была создана международная организация, которая была, значит, Лига наций, которая создавалась для того, чтобы следить за соблюдением вот этих международных правил. Подтверждался принцип государственного субъекта, соответственно, Лига наций. А Лига наций просуществовала в 1939 года. В 1934 году оттуда выгнали Германию и Японию, но зато в 1934 году туда, наконец, отключили Советский Союз. И 5 лет Советский Союз пробыл в Лиге наций. Ну и, соответственно, последняя дата значительно. 1945 год, окончание Второй мировой войны. Опять же, закрепление новых правил в Уставе Организации, Главной Международной Организации Объединенных Наций ООН. Значит, был, вот Устав ООН начинается с того, что, значит, главным принципом является принцип государственного суверенитета. Но вместе с тем, Организация Объединенных Наций, кстати, вот этот договор подключала 51 государства. Сейчас в ООН 193 государства, что, конечно, осложняет работу в Организации Объединенных Наций. 193, вообще в мире около 200 государств современных, и есть целый ряд государств, которые не признаны до сих пор, они никак не признаны в народных организациях. В частности, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье и так далее, да? Значит, 193 государства. И ООН закрепила, значит, систему, которая сформировала систему Второй мировой войны. А какая система международной промышленности сформировалась после Второй мировой войны? Биполярная система сформировалась после Второй мировой войны. Кто стали центрами? Двумя. Советский Союз и Соединенные Штаты. Да, два, две сверхдержавы, два главных государства мира, которые, соответственно, и, значит, в соответствии с интересами этих государств, вообще послевоенным раскладом мира, Организация Объединенных Наций и была сформирована. Почему сегодня претензии к ООН? Что сегодня ООН не отвечает уже интересам, потому что все-таки сформировалась по итогам Второй мировой войны. Помимо принципа государственного суверенитета, главной структурой в Организации Объединенных Наций является Совет Безопасности. Совет Безопасности ООН – ключевая структура. Именно она, вот мы будем говорить сегодня о тех изменениях, да, именно Совет Безопасности принимает все решения ключевые для мира, особенно касающиеся начала мировых действий, вторжений куда-нибудь и так далее, да. Значит, Совет Безопасности состоит из 15 государств, 10 из которых меняются, значит, 10 государств меняются, и поэтому каждое государство, которое входит в ООН в какой-то определенный исторический момент для себя, оказывается его представители в Совете Безопасности ООН. Да, но 5 государств остаются, являются постоянными членами Совет Безопасности ООН. 5 государств. Эти 5 стран занимают элитарное положение по итогам Второй мировой войны в современном мире. Именно эти 5 государств должны решать все вопросы ключевые, значит, из 3 мира, так скажем, да, именно эти 5 государств являются легальными обладателями ядерного оружия. А, потому что есть сейчас еще и нелегальные, вот, но 5, вот они легальные. Значит, естественно, это Соединенные Штаты, это Советского Союза, нет, Россия, как право-приемница Советского Союза, Китай, так, еще кто у нас, значит, США, Франция, Германия, Германия, по итогам Второй мировой войны, Великобритания, конечно. В чем мы претензии сегодня, немцы и японцы говорят, ну, хватит нам уже вспоминать итоги Второй мировой войны, мы уже исправились, стали на хороший, на истинный путь, да, вот, поэтому, естественно, ни Германия, ни Япония, до сих пор никакого ядерного оружия в Германии нет, эта страна не имеет права создавать ядерное оружие. Япония по Конституции, а американцы, которые написали Конституцию Японии в 40-е годы, когда оккупировали Японию, потому что японцы долго не могли свою Конституцию написать, и американцы в 10 дней, они написали документ, сказали, принимайте, ребята, и, в общем, чтобы не было уже никаких вопросов. И там занесен такой, во-первых, более 1% ВВП не могут ли японцы тратить на военную сферу, они нарушаются, тратят больше, но на это как-то закрывают глаза. И три не ядерных принципа, то есть не размещать, не производить и не, я не помню еще, что с ядерным оружием, то есть они не могут иметь на своей территории ядерное оружие, хотя, опять же, это нарушается, потому что есть остров Окинава, где размещена база НАТО, да, но база, прежде всего, занимаемых штатах, да, с ядерным вооружением, но это тоже считается, что это нормально, да. Вот, это 5 государств, кстати говоря, а кто не является нелегальными обладателями ядерного оружия? Ну, Северная Корея, да, правда, есть некоторые сомнения насчет вооружения, но Северную Корею относят, а еще? А не надо? Нет. Не надо? Нет, более. С 80-х годов кого ядерное оружие? Они нелегальны, потому что они не подписывают никаких договоров, и более того, не исключают для себя возможности применить это оружие. И Израиль? Израиль. Израиль, абсолютно верно. Израиль никогда не объявлял, что у него есть ядерное оружие, но все знают, что в Израиле есть ядерное оружие. За время усечку информации израильтяне специально допустили у себя, чтобы, ну, немножко поумерить был у своих соседей, да, в отношении израиля. И поэтому все в курсе, что это оружие у них есть. Но главные два государства, это Индия и Пакистан, конечно, которые находятся в конфликте между собой, и периодически заявляют о том, что они применят это оружие друг против друга. И когда они в 80-е годы, а так, там территориальный, этнический конфликт, религиозный конфликт, значит, и в 80-е, конец, 80-е, 90-е годы, там есть штат Кашмир, вот, и когда там начинаются какие-то волнения, то Советский Союз и Россия потом, которые всегда дружили с Индией, и Соединенные Штаты, которые исторически дружили с Пакистаном, то, соответственно, дипломаты США и СССР и России бежали в Дейли, бегом в Исламабах, чтобы удерживать политиков, чтобы они, значит, ничего такого не натворили, да, потому что действительно все время заявление, что мы обязательно друг против друга, вот, что-то сделаем за хорошее, да? Так, ладно, значит, что дальше, вот Совет Безопасности, еще раз говорю, главная структура в составе, значит, ООН КИИ, отметить, что эти пять государств, вот это очень важный момент, обладают правом бета на решение друг друга. Почему так сложно сегодня принимаются, вернее, даже не принимаются решения, не могут страны прийти к согласию, обладают правом бета на решение друг друга? Что это означает? Это означает, что правилами закреплено, что государства должны договориться. Если проводят какую-то операцию, мы должны все договориться, вот эти пять государств должны проголосовать за. Если, значит, три государства за или четыре за, но против, решение не принято. Почему ни одну резолюцию не могут штаты провести ни по Сирии, ни по, там, даже по Ирану, например? Потому что Россия блокирует, либо Китай блокирует и так далее, да? Почему штаты сегодня и применяют совершенно другие уже методы для того, чтобы проводить то, что они хотят, да? Причем не забывайте еще один момент, что штаты на сегодняшний период финансируют ООН более чем на 50%. И они говорят, ребята, мы платим деньги, да, и нам еще палки в колеса вставляют, значит, еще на наше, значит, решение не применяют. Привыкать в Россию? А? Привыкать в Россию? Нет, ну, да, раньше, кстати, Советский Союз тоже влюбленный домик ООН, но Россия сейчас не способна, конечно, вкладывать такие серьезные средства в развитие организаций в нем, хотя статус, конечно, вставляет, да? А, значит, что касается теории международных отношений? А, подождите, а остальные 10 государств такое, ну, что они там делают вообще? Они присутствуют в совбезе, но так ротация закреплена, что обязательно любое государство должно присутствовать в совбезе. Обсуждают самые ключевые решения. Они право где-то не обладают, то есть в их отношении это не действует, но они их подключают к решению. То есть не пять вот отдельно сидят и все решают. Вроде как бы другие привлекают, но на самом деле это, ну, просто механизм такой учета интересов, да. То есть они просто сидят и слушают, когда другие спорят между собой, ну, как мы на память? Ну, как сказать, естественно, в ООН в целом, если взять Организацию Объединенных Наций, сегодня говорят о кризисе Организация Объединенных Наций, потому что, ну, представьте, 193 государства, страны, правила ООН, они, еще раз говорю, выделяют вот эти пять государств по итогам Второй мировой войны, они обладают привилегиями, они действительно находятся на вершине всей этой структуры. Но вместе с тем, механизм ООН предусматривает участие всех государств, деятельности ООН. Есть геносомблея ООН, которая всех включает, и любое решение должно обсуждаться, и любое государство может выступить по своим мнениям. Не факт, что это мнение будет принято, и решают, по сути, пять государств на самом деле. Но, тем не менее, механизмы таковы, что учитывают, ну, возьмите Государственную Думу России, да, или там, я не знаю, решают один-два человека в стране, что будет, но при этом отключают другие, значит, структуры, чтобы вот внешне это казалось как определенное обсуждение. И более того, представьте, что если брать совет, то вам, еще раз говорю, они меняются, какой-то серьезной роли не играют. Но, с другой стороны, генеральная ассамблея ООН по любой инициативе любого государства, какой-то там, Сомали, да, может заслушать какую-то проблему, и обсуждать эту проблему они обязаны. И это вызывает, ну, очень серьезные противоречия внутри ООН, потому что, на самом деле, ну, сложно представить, что Соединенные Штаты должны выслушивать, например, там, мнение Сомали, да, что он очень интересует. И ООН предусматривает такие механизмы регулирования интересов. Причем некоторые, сейчас это действительно сложность, потому что, ну, одно дело 50 государств, а 193. Некоторые из них не государства. Если уже говорили об этом же Сомали, да, это потрясающее государство, которое называется государством, у которого есть правительство, значит, которое представляет Сомали в Организации Объединенных Наций, но не живут они в Сомали, они живут в соседней Кении, потому что в Сомали ничего не контролируют, да, в Сомали поделено между банков-формированиями, контролируют там различные банки, а правительство живет в благополучном соседнем государстве, при этом принимает участие в организации, в заседаниях ОООН, поэтому современный мир, он очень такой странный, значит, государства совершенно разные, на разных стадиях развития, но, тем не менее, вот ОООН пытается всех объединить, и пытается еще так теоретически хотя бы всех выслушать, да. А, значит, теории международных отношений, значит, какие теории, основные подходы к пониманию международного порядка, международных отношений существуют? В статье я не говорила, сейчас мы немножечко на них остановимся. Так, главное — это реализм. Первая теория — это реализм. Сегодня неореализм, то есть новый реализм. Главный представитель — это Маргентал. Ганс Маргентал. Очень популярная теория, особенно для России. Вся внешнеполитическая гострина России всегда основывалась на реализме. Для реализма главным субъектом международных отношений является государство. Ключевой субъект, защищающий свои национальные интересы, обеспечивающий национальную безопасность. На что делает акцент реализма? Соотношение потенциалов между основными субъектами и отношениями. Значит, на соотношении... Ну, главное — это сила. Сила — мощь государства. Сила и мощь государства. Она определяет все. Вот реализм не признает организацию объединенных наций, если так взять, да, что 193 государства должны приходить к какому-то соглашению. Есть штаны, сверхдержава. Вот, значит, оно и определяет все остальные, все ключевые правила игры в современном мире. Более того, реализм никогда не принимает во внимание внутренние факторы государства. То есть, значит, речь идет о том, если проводить аналогию, то реалисты всегда сравнивают внешнюю политику с бильярдом. Куда катится шаг бильярдный? От чего зависит ли вот рактория движения? От начальных условий. А какие начальные? От чего? Ну, главное, что его направляет? Сила направления. Удар, да? Внешний удар. Соответственно, вот от внешнего воздействия государство ведет свою внешнюю политику. От того, какие внешние факторы действуют на государство, так себя государство и ведет. Из чего состоит этот шаг? Каков его материал, какова его внутренняя структура реалистов не интересует? Вот их интересует, куда его направили в внешнем воздействии. А второе направление? Институционализм. Да, вот либерализм и сейчас либеральный институционализм. Либерализм и впоследствии вот институционализм. Ну, в частности, может быть, Найд, Витяк, Найд. Что это? Ну, это представитель Найд. Что же Найд? А этого направления? Что касается либерального институционализма, на что делает акцент в этом направлении? Ну, если мы говорим об институтах, то есть механизмы регулирования, механизмы, правила, которые установлены в системе международных отношений. Институт – это правила игры, это то, о чем договариваются. Вот, соответственно, либеральный институционализм акцентирует свое внимание на тех правилах, которые выражаются в договорах международных и так далее. Вместе с тем, институционализм считает, что не только государство участвует в этих договорах, но и другие субъекты международных отношений, о которых мы с вами говорили. Транснациональные корпорации, международные организации, ну и так далее. То есть, если реализм акцентирует внимание на государствах, либеральный институционализм, он уже говорит, не только государство, но и другие субъекты как раз воздействуют на, участвуют в системе международных отношений. Более того, именно либералы и представители институционализма, они говорят о том, что вообще понятия национальный интерес, национальная безопасность размываются в современном мире. Вот если представить, что вы, например, заканчиваете, это связано с глобализацией, заканчиваете вуз в России, да, поедете работать в Соединенные Штаты, значит, станете гражданином Соединенных Штатов и Канады, да, и приобрететесь, купите себе дом в Италии, например, да, а деньги будете держать в швейцарском банке. Соответственно, где ваши национальные интересы? Возникает вопрос. В швейцарском банке. Ну, наверное, да. Вот. Но действительно размываются вот эти вот понятия, и, естественно, национальные границы достаточно условны. И более того, представители этого направления считают, что структура внутренняя, да, она имеет значение. То есть внутренние факторы влияют на принятие внешнеполитических решений. Значит, отметить, что внутренние факторы влияют на принятие внешнеполитических решений, в отличие от реализма, да, где только внешние факторы. То есть что означают внутренние факторы? Вот для них уже важно, из чего состоит этот шаг билярный, какова его внутренняя структура и так далее. Потому что не один человек принимает решения во внешней политике. Есть различные субъекты внутри государства. Соотношение сил между ними определяет и влияет на внешнюю политику. Например, Барак Обама перед принятием знаменитого уже акта Магнитского пришел в Конгресс и просил конгрессменов, не принимайте этот закон, потому что, и не хотел принять этого закона, потому что, ну, значительно испортит и осложнит отношения с Россией. Конгресс США сказал, мы ничего не хотим знать, вот примем и все, да, то есть расхождение мнений и, соответственно, не один человек, а вот именно внутренние отношения внутри государства, они влияют уже на выработку внешней политики. В России, еще раз говорю, зачастую все-таки придерживаются реализма, потому что у нас, как правило, один человек принимает все решения. Вот, но на самом деле федерализм исходит немножко из другой внутреннего уже режима государства и так далее. Ну и, наконец, социальный конструктивизм, да, социальный конструктивизм, он на что делает акцент? Не совсем есть правило, да, конструктивизм, социальный конструктивизм, он исследует влияние социальных, культурных факторов, исторических факторов на поведение субъекта. Здесь субъектами выступают уже даже не государства, не какие-то организации, а люди, принимающие решения. Вот есть выражение в политологии, очень часто от ЛБР, как говорят, это человек, люди, принимающие решения. Вот те люди, которые в государстве принимают внешнеполитические решения, это внешнеполитическое решение определяется культурой, культура, история страны, социальные факторы. Именно они влияют на принятие политического решения. Ну, например, когда говорят о президенте России Путине, да, значит, считают западные, прежде всего, да и российские эксперты, что влияет на характер российской внешней политики, если говорить о человеке, который принимает основные решения. Где он воспитывался, какая его, какая организация сформировала его мировоззрение? В Просветке. Ну, он не работал в стыке, как я в Просветке, никогда. Он работал в КГБ, да, он был, ну, обычным чиновником в посольстве немецком, в смысле, в российском посольстве в Дрестоне, да, то есть в Просветке он не работал, да, но в КГБ, комитете госбезопасности. И его иначе, как агентом КГБ, они называют в западных СМИ, да, для того, чтобы подчеркнуть, а что можно ждать от человека, который работал в этих структурах в 70-е и 80-е годы, какого отношения к Соединенным Штатам можно ожидать, да, значит, соответственно, вот это его образование и мировоззрение сформировалось вот и выражается во внешней политике. На Медведева были надежды, что он, в общем, не был связан с такими структурами, да, на Медведеве с такими ресурсами не обладает, чтобы принимать серьезные внешнеполитические решения, да. Вот, поэтому вот конструктивизм, он исходит уже из совершенно других факторов, и он очень удобен при решении, при исследовании международных отношений в период крайней нестабильности, то, что происходит сегодня. Значит, но появляются вот такие синтетические, сегодня очень модным явлением являются синтетические теории, которые пытаются объединить вот эти три подхода, и в частности в статье вот говорилось о книге знаменитой «После Победы» Айкенбери, да, и вот Айкенбери как раз предложил три варианта мироустройства, три варианта международного порядка, это что за варианты, три типа, да, так скажем, каким может быть устройство мира. А там нет трехчастной схемы? Там нет трехчастной схемы или есть что-то другое? Вот он три типа предлагает, да, он делит миро-порядок на конституционный, не конституционный, предлагает три типа, так скажем, что на вы. А, небесные и небесные. Да, значит. Дегемонические. Равновесные – это что за устройство мира, когда мы говорим о равновесии? Когда есть равновесие? Между кем и кем равновесие? Система хочет прийти в термодинамическое равновесие. Что? Мир мирочный, да, смей. Словно, место, что и равновесие, а так бывает? Когда система стабильна, когда она равновесна, кто ее уравновешивает? Силы участников равные равны? Все равны, допустим, сто государств не могут быть равны. Нет, но основные участники. Основные, сколько их? Пятеро. Пятеро. Ну, которые равны. Вот сейчас несколько концентров, ну так, с оговорками, да, наоборот, мир очень не стабильный. Равновесные говорят именно о биполярной системе. Вообще, эта система исторически существовала в мире. И очень редкий случай, когда одно государство отближает, или многополярный, как называемый мир. Обычно две сверхдержавы. Государство, центр и противоцентр, как их называют. И весь мир выстраивается между этими двумя центрами. Значит, это, между прочим, система считается одной из самых стабильных. Сейчас все представители, эксперты международных отношений, да и сами политики, просто с болью, ностальгией вспоминают холодную войну. Все говорят, что более мирного и замечательного времени в истории международных отношений, ну, по крайней мере, с 20 века не было, да. Все было понятно. Ты или с одной стороны, со стороной, или с другой, да. И, соответственно, эта страна, она тебя защитит. Весь мир был поделен между, вот, равновесие между двумя этими центрами. Ну, вот просто для примера, что означает биполярная система. По всем категориям, это, скажем так, баланс сил, да, то есть, примерно равны, вот, Советский Союз и Соединенные Штаты, ну, средние цифры по 80-м, конец 70-х, начало 80-х годов. Бюджет Советского Союза, Соединенных Штатов составлял на тот момент где-то 500 миллиардов долларов. Ну, это главный такие показатели. Советский Союз — 450 миллиардов, да. Военный бюджет у штатов составлял порядка 100 миллиардов долларов. Советский бюджет официально был где-то 30, да, но не официально, он был 120, по мнению Соединенных Штатов, то есть больше даже, чем у Соединенных Штатов. Процент мирового ВВП, опять же, ключевой критерий для экономического развития, у США был где-то 21%, у Советского Союза где-то 18% мирового ВВП. То есть примерно равные силы в экономике, но это условно, значит, Советский Союз проигрывал Соединенным Штатам, но тем не менее. Дальше, военная организация здесь НАТО, военная здесь, в Советском Союзе какая была международная военная организация? Организация Варшавского договора, которая включала в себя все, прежде всего, специалистические государства. Значит, здесь были международные организации МВФ, Всемирный Банк и так далее. Здесь организация, как же называлась, Совет экономической взаимопомощи, тоже экономическая организация, объединяющая все страны социализма. И, соответственно, сюда относились все страны, мировая система социализма, сюда мировая система капитализма. Капитализм. Вот мир поделен на два центра. Вот, соответственно, есть некая равновесие. А второй тип, так, ну давайте перерыв сделаем. Однополярный, если там глупполярный, биполярный, то здесь однополярный мир. Однополярный мир. Ну и, наконец, еще какой может быть порядок? Конституционный. Тогда в этом случае, что у нас... Ну, то есть, заинтересованы, во-первых, он многополярный, абсолютно верно. И заинтересованы страны, прежде всего, в механизмах для того, чтобы регулировать отношения друг с другом, да, нужны общие правила, то есть, нужны институты. Центрироваться именно на законы, на правила, на институты, да. Какие основные элементы включают в себя системы международных отношений мирового, ну, мирового порядка, да? Какие элементы? Так, иерархия, значит, структура, как располагаются страны, в каком порядке, кто сильнее, кто слабее. Правила и нормы, по которым действуют страны. Система принятия решений. И как они принимают эти решения? Как формы, ранее, санкции. Санкции, это наказание. Как наказывают те, кто не хочет выполнять решения? Как формы, ранее, реализуют приемные. И как реализуют, да, значит, свои принятые решения? Значит, элементами системы международных отношений, там, мирового порядка являются, во-первых, иерархия стран, да? Да, далее, это правила, еще раз, правила игры, это правила, принятые нормы, это механизм принятия решений, это надсанкции и, соответственно, метод реализации. Метод реализации. Значит, что касается, ну, давайте каждый элемент сейчас и разберем. Что касается иерархии, каков современный мир? Ну, что я сейчас? Ну, жесткая иерархия. Хорошо, жесткая иерархия, а с чем это связано? Ну, с однополярностью, скорее всего. Однополярной, да? Хотя, вот, российская литература изученствовала, особенно в 90-е годы, были популярны, надежды, суток, где-то питали, что мир многополярный. Почему он, что означает многополярный мир? Ну, то есть, есть несколько центров, которые, в которых все иерархии, спадут, 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 спадут. То есть, несколько, да, абсолютно верно, много центров в мире, ну, по крайней мере, им 4, 5, возможно, да, то есть, их не бывает, там, десяток, конечно. Да, какие центры после распады, мы, свет, прекратил свое существование, соответственно, что произошло с миром, какие центры появились, помимо Соединенных Штатов? Да, Китая, Россия, Европейский Союз, да? Может, Китай соперничать с Соединенными Штатами? Является он? По-неу, 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 по-неу. Может, по-неу, по-неу, по-неу. В каком отношении? Кономическом. К экономическом, да? Не будет, я не буду, я не буду, я не буду, я буду, я буду вести. В рабочих силиях. В демографический рисунок, рабочая, дешевая рабочая сила и так далее. Ну, значит, в экономическом отношении может, хотя это, ну, еще спорно, потому что, хотя Китай, вот, по, конечно, объемам экономики, но вторая экономика мира совершенно очевидна, в ближайшем будущем, возможно, первая. Ну, вот если случится холодная война, я все равно, что я, кстати, не знаю, земли. Ну, это уже в случае не холодной. Холодная война, так как раз, если уже другая война, да? Ну, не будем говорить о военных действиях, да, кто выживет, да, значит, а в этих вещах не будем, да, но Китай в военном отношении может соперничать Соединенными Штатами? Может, почему нет. У них тоже ядерное оружие есть. Ядерное оружие есть, да. А еще что-то? Ядерное оружие есть, да, значит, армия большая, да? На самом деле, конечно, китайская армия, ну, значительно отстает от Соединенных Штатов. В китайцев практически нет военных партнеров. Ну, в России, конечно, брали штыки на танки, и они так же, ну, с... Ну, они сейчас увеличивают финансирование на обороне, но на самом деле, все равно в военном отношении в Китае, ну, пока не можем соперничать. А в научном отношении? Там всем не звонят, что... Нет, ну, лучшие исследовательские центры, лучшие вузы мира, где в Соединенных Штатах. Пока в Соединенных Штатах. Китайцы пытаются, безусловно, они наращивают научный бюджет ежегодно. Они делают центры, шанхайский университет построен по типу Гарвардского университета. Они отправляются к студентам за счет китайского правительства в лучшие страны, в лучшие вузы мира, в том числе, в Соединенных Штатах. А, спорт вы имеете в виду? Ну, это да. Ну, в США вообще спорт в Санкт-Петербурге не было. Да их там много. В США? В США? В Санкт-Петербурге. В США? В США, в США? В США. Ну, ладно. Ну, ладно. Значит, по поводу России. Может, Россия соперничать? В США? В США и в США? В США? Но с другой стороны, все-таки и в Соединенных Штатах, и в России очень сильны традиции холодной войны. И на самом деле многие политики Соединенных Штатов вплоть до сегодняшнего дня, консультанты, например, того же Обама, который воспитанный холодной войной, которые, естественно, выросли в рамках этого противостояния, и до сих пор там могут видеть в России врага. А также, как наши политики, естественно, видят противника основного в Соединенных Штатах. Но на самом деле это такие ситуации сейчас, ну, сложно говорить о том, что действительно Россия является серьезным противником Соединенных Штатов по целому ряду причин, и прежде всего экономические. С учетом того, что ВВП сейчас в России, ну, просто несколько цифр, ВВП России порядка двух, а максимум 2,5% мирового, ВВП Соединенных Штатов 20, бюджет Соединенных Штатов 4 триллиона долларов, почти уже 4, да, там высокий, очень большой внешний долг. Бюджет России, ну, где-то 300 миллиардов долларов, да, то есть, естественно, ну, в десятки раз меньше, и говорить тут о серьезном каком-то конкуренции сложном, да. Европейский Союз является серьезным противовесом, но они, конечно, близки идеологически с Европейским Союзом, но на самом деле сложность Европейского Союза состоит в том, что Европейский Союз не является целостным политико-дипломатическим образованием. Европейский Союз не может выработать единую внешнюю политику. У них, у одних государств одна внешняя политика, у других государств другая, поэтому говорить об едином центре международном, ну, крайне сложно. Например, если взять проблему Ирака, да, то за операцию в Ираке поддержали Соединенные Штаты, Великобритания, Испания, Польша, Италия, да, категорически против, вы сказали. Европейский Союз зависит. Франция и Германия, да, абсолютно раскол европейского Союза, то есть по этому вопросу, поэтому, естественно, единым центром, единым государством они не являются. Поэтому, действительно, все-таки мир ближе на сегодняшний момент к однополярному, хотя есть тенденции перехода, и главная тенденция состоит в том, что центр мирового развития и, возможно, политического влияния постепенно переходит на восток. Вообще, по некоторым прогнозам, две сверхдержавы, потому что периоды, когда одна сверхдержава многополярная, очень редки в истории, и большинство прогнозов, что вернется вот эта двухполярная система. И разные точки зрения, естественно, везде, это одно из сверхдержав, стоит Китай, по всем прогнозам. Вторым противовесом Китаю будут либо Соединенные Штаты, некоторые прогнозируют скорый, очень скорый заказ Соединенных Штатов, там по целому ряду причин, либо Япония, либо Индия. В любом случае, центр передвигается на восток впервые в истории мира фактически, да. Ну, может быть, если взять совсем древнюю историю, то не впервые, да, но на самом деле, если уже новейшую историю, то действительно, в основном, это были западные государства, да. Очень опасно, кстати говоря, для России, что Китай ограничит, вот если Китай будущая сверхдержава, она ограничит Россией. Территориальных претензий на сегодняшний момент нет, но с учетом того, что в России от Урала, Турции, до Дальнего Москва никто не живет практически, да, и 140 миллионов там живет менее 20 миллионов на всей, на половине территории страны, да. Москва и Московская область больше 20 миллионов уже там человек, и при этом все ресурсы находятся там. В нескольких провинциях Китая, граничивших с Россией, 300 миллионов человек, да, то рядом территорий нет ресурсов, рядом, значит, территория, где все есть, никого нет, то, естественно, тут могут возникнуть серьезные, ну, это все равно опасно в любом случае. Так, значит, какие правила сегодня, ну, то есть, если мы берем иерархию, можете отметить, сегодня в центре, наверху современного мира находятся Соединенные Штаты, хотя есть тенденции к тому, что Соединенные Штаты теряют лидерство, вследствие, прежде всего, своей не очень всегда адекватной политики. Дальше, кто близкие союзники Соединенных Штатов? Страны Семерки, как их там называют, да, страны Семерки, хотя есть восьмерка, куда входит Россия, но Россию таким серьезным союзником сложно назвать, да, по целому ряду отличий. Ну, да, нет, тут четко, мы где-то, мы сотрудничаем со Штатами, кстати говоря, по какому вопросу очень серьезное сотрудничество? Если кто не знает, база НАТО есть на территории России, хотя мы боремся с НАТО, но, на самом деле, мы явно с ним база НАТО на территории России, потому что Россия с каком ручнище с Соединенными Штатами, в одной очереди. Для чего? А я не разместил Польшу. Нет, это ФРО, это расширение НАТО, здесь просто договоренности между Россией и НАТО. Если они ругались на Польшу, а в России? Ну, это связано только в Польше, они, естественно, это просто расширение НАТО, размещение элементов против, ФРО, да, противоракетной обороны. Что касается России, то есть здесь база не для противоракетной обороны, естественно, а база, которая связана, прежде всего, здесь помогают в операции Соединенных Штатов в Афганистане. То есть по Афганистану идет очень серьезное сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами. Да? А не будет? В смысле? России выгодно, чтобы США находились в Афганистане как можно дольше. А почему? А в Афганистане. Потому что если США уйдет из Афганистана, то там уже были и разницы. Талибы. Естественно, несмотря на все формальные власти в Афганистане, ситуацию там будут контролировать талибы. Граница между Афганистаном и Каджикистаном, ну ее сложно называть границей или нет, просто там есть биротворческий российский контингент, который пытается удержать и движение товаров из Афганистана, да, и вы, значит, вы понимаете, какой товар там идет в основном, да, значит, естественно, террористический группировок. Опять же, да, и все это близко к территории России. И поэтому, естественно, что для России очень выгодно, чтобы США были там лучше, да, и контролировать хотя бы как-то там ситуацию. Поэтому мы вот к этому просто тручим. Именно с этих позиций эта база была, ее создавали. Дальше, значит, страны семерки. Кто у нас в семерке? Германия, Франция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Канада и Япония. Из этих стран, из стран семерки, только одно государство не входит в НАТО. Какое государство из перечисленных? Япония, конечно, не имеет никакого отношения к Атлантическому океану, да, североатлантический альянс, если вы знаете, да, то НАТО. Можете отметить, что НАТО, военная организация, созданная в 49-м году, 1949-м году. Первоначально 12 государств, сейчас 26. НАТО, 26. Кого забыли? Великобритания, Франция, Германия, Италия. Так, громко, кого забыли, никого не забыли? Четыре, да, государство. Германия, Франция, Германия, Франция, Германия, США, Игония. Восьмая Россия. Восьмерка, вообще так, цельное название. Да, Россия. Значит, помимо семерки центров, и так же, опять, в Китай, в современной Иерархии, да, безусловно, Россия, все равно, в любом случае, как самое большое государство мира, как страна, где ядер на оружие, и так далее, да, где 30% мировых запасов семья, да, естественно, это в любом случае центр. Помимо этого, это Индия, Япония сегодня, это Бразилия, как, если берем Арминскую Америку, Бразилия прежде всего. Если в Африке, какое ключевое государство? ЮАР. ЮАР на сегодняшний момент. Раньше был Египет, сейчас слишком сложное отношение. Ситуация внутри Египта, чтобы Египет действительно был мощным государством. Помимо ЮАР, в ближайшем возрасте прогнозируют Нигерию, как ключевое государство, очень населенное, очень ресурсное, нефтью богатая. Это же государство Африки. Значит, помимо иерархии, правила поведения, что изменилось в правилах? Вот был принцип невмешательства. Ключевой принцип, он и сегодня формально остается, а что изменилось? В США и везде лезет. Лезет непосредственно у чего она лезет? Так оно в ООО находит на технику воздействия. Так, значит, что появилось в правилах международного поведения тех президентов, вмешательства, в какой форме они происходят? Помощь какая-то? Помощь какая-то? Помощь какая-то? Гуманитарная. Да, значит, во-первых, появились гуманитарные интервенции. Если они не гуманитарные, то, значит, мы вторгаемся в страну для чего? Права человека защищать. Демократия – это уже второе, но права человека – это святое. Ну вот там, слушая, абсолютно уже список каких-то плохих стран. Так, немножко другое. Так, гуманитарная интервенция по защите прав человека. А где осуществляли американцы, действительно, многие вторжения американцев не были санкционированы ни Советом, никакие резолюции ООН не получали. Но, тем не менее, они осуществляли их, и через опять же эти прецеденты они становятся, в общем-то, общепринятым правилом, но нарушают принцип абсолютно. Куда вторглись? Для защиты прав человека. Прежде всего, первый прецедент – это была Югославия. 96-й был в Боснии, 99-й Косово. Оба раза против сербов. Боснийских сербов в Боснии и Косово, опять же, против сербов, которые, по мнению Соединенных Штатов, организовали этнические чистки Албанса на территории Косова. В Боснии был конфликт между войнами, между хорватами, мусульманами и сербами. И вот тоже считалось, что сербы, если знаете такой город, как Сараево, такое не нарицательное достаточно, потому что там был такой серьезный теракт и взрыв, и после него именно была применена эта операция Соединенных Штатов в 96-м году. Потому что считались недоказаны на сегодняшний момент, что организовали бы боснийские сербы. Значит, дальше, какие еще интервенции появились? В Вьетнаме. Ну, это было раньше. В Вьетнаме, Вьетнам, да. Это просто были прецеденты подобных гуманитарных интервенций, но они никогда, естественно, не были приняты международным правом и, безусловно, рассматривались только как нарушение принципов международного права, помимо гуманитарных интервенций. Возмездие. Возмездие. Это что за интервенции? Возмездие. 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 Здесь. В Москве. В 2-5-м году 20-м году. В 2001-м году что произошло с Этнём? Чтат? В 19-м году. В 20-м году. В 20-м году? В 20-м году. В 20-м году. В 20-м году. Афганистан, конечно, Афганистан. Соответственно, операция против Афганистана была именно операцией возмездия, потому что обреклили страну, которая погибла в теракте 2001 года. Было осуществлено возмездие за вот этот теракт. И, наконец, третий тип. Вот, так, превентивные вмешательства, такие превентивные интервенции, профилактика, правильно, то есть наказать страну заранее. А пока она еще не успела сделать, нужно быстренько ее наказать, чтобы она, в общем, никому не навредила. Вот здесь как раз о какой стране идет речь? Об Ираке, безусловно, в 2003 год. В чем обвинили Ирак? Ну, не только химическое. В ядерном оружии, химическое, это не так даже страшно, как обвинение в ядерном оружии, что Ирак разрабатывает оружие массового уничтожения, нужно туда, естественно, войти для того, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. Пришли в Ирак, увидели, что ничего там нету, никого оружия там никогда не было, но вот тем не менее, да. Значит, вот три типа вот этих интервенций, они появились так тиши. И, соответственно, они, безусловно, нарушают принцип, главный принцип международных отношений, принцип непрешательства. Нужно сказать о том, что резолюция была получена Соединенными Штатами только в Афганистан. В соответствии с ООН санкционировал только вторжение в Афганистан. Не в Ирак, в Ирак постфактум мы уже получили, а это касалось немножко других вопросов. Не, естественно, по Альбаславе никакой вообще резолюции, то есть разрешения мирового сообщества на то, чтобы осуществить, они не получили. Тем не менее, их это не очень поможет, да. То есть если им нужно, то они, соответственно, это делают. Дальше. Второй принцип. Вот помимо интервенции, что еще? Примнесли в правила международных отношений. Вот начали говорить пространство, которое не очень хорошее. Это что такое? Это что такое? Так. То есть вторым принципом нелегитимность является авторитарных режимов. Нелегитимность. Значит, помимо интервенции различных типов, нелегитимность авторитарных режимов, которая позволяет штатам тоже вмешиваться, нарушать принцип невмешательства, вмешиваться во внутренние дела, соответственно, других государств. Там, других государств. Что это за государство? Интересно сразу скажу, что понимание авторитаризма, а крайне здесь противоречивая и абсолютно двойные стандарты. То есть какие-то государства относят, какие-то не относят. Кто является здесь самым неблагонадежным? Иран, 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 Саудовская Радия. Вот там ошибка. Отметь Иран, Иран и КНДР. Саудовская Радия – верный партнер Соединенных Штатов, несмотря на абсолютно недемократический авторитарный режим Саудовской Радии. Саудовская Радия не является, конечно, неблагонадежным режимом. Вот есть в американской политике появилось выражение «excus of evil» – это означает «ось зла». «ось зла» – это как раз Иран, Иран, Иран и КНДР. Это «ось зла». В свое время Рейдом назвал советский союз империи «зла». Вот это в этой же логике, да, потом появилось «ось зла». Дальше. Соединенные Штаты в начале 2000-х годов объявили ряд стран, которые находятся по ту сторону оси зла. Было сказано по ту сторону оси зла. Это Куба, это Ливия, это Сирия. Куба, Ливия и Сирия. Значит, КНДР, Рад, Рад – это ой зла. По ту сторону оси зла, но тоже, соответственно, неблагонадежные. Куба, Ливия и Сирия. Ну а в 2005 году гостекретарь Нандалия Зарай в Соединенных Штатах на тот момент она объявила оплоты тирании, государства, которые являются оплотами тирании. И к уже известным Раду, КНДР и Кубе добавились еще Беларусь, как оплот тирании. Ну, там Мукашенко, который очень не дружит с Западом, поэтому тоже объявлен был оплотом тирании. Зимбабве и Мьянма. Ну, а в этой мистике. Ну вот, были выбраны страны, которые являются оплотами тирании. Зимбабве и Мьянма. Нужно сказать, что изначалец, президент Венесуэлы, он в 2006 году объявил ойдобрак в ответ на ойд власть в Соединенных Штатах. Туда включил Венесуэлу в Кубу и Боливию. На самом деле, конечно, вот эти государства, если вы посмотрите на этот список, то Ирак, в общем, было вражение в Ирак, в Ливии режим Каддафи был смещен, в Сирии идет гражданская война. На Кубе сегодня достаточно серьезные изменения. В связи именно в аспекте отношений с Соединенными Штатами, например, разрешен недавно, буквально несколько месяцев назад, был выезд легальный выезд кубинцев на территорию Соединенных Штатов, чего не было еще в 60-х годах. То есть, если эмиграция из Кубы всегда была нелегальной, то сейчас она может быть даже легальной. То есть, границы открыты. В Янме, по-моему, идет переход к демократии. В Зимбабве, я как-то не знаю, видимо, наверное, все то же самое. Беларусь и Иран, фактически, остаются. Ну и Корея, конечно, северная. И, естественно, что в отношении этих стран применяется, что значит, нелегитивность авторитарных режимов. Значит, надо эти режимы сменить на другие режимы. И, опять же, в отношении кого впервые прецедент был со сменой совершенно нелегитивного, вроде бы, и законного режима? Милошевич. Милошевич, абсолютно верно. И посредством чего это произошло? Вообще убрать, объявить в 99-м году незаконным президента, избранного всенародного президента суверенного государства, Милошевича, к выборам не было никаких претензий. В начале 90-х годов Соединенных Штатов. Соединенные Штаты в течение его правления заключались с ним договоры и вдруг в 99-м году с помощью каких механизмов было... А что это за суд? По лучшей Югославии, ГАКС и трибунал, да? Это вообще нонсенс. Вот это прецедент, который очень много изменил в истории между... в ситуации с международными отношениями, потому что впервые международный он как правосудие, так скажем, выдал санкцию на арест в виде рассуверенного независимого государства, но тем не менее у Югославии был поставлен на ютимарту, до 31 марта они должны были выдать Милошевича, а Югославии на тот момент, ну, Сербии, да, нужны были деньги, и они просили уже долгие, ну, так, несколько лет у... значит, займ у Международного валютного фонда, и ОБС сказали, что мы вам дадим деньги, если вы нам до 31 марта вы дадите Милошевича. Не вы дадите, не дадим деньги. До 31 марта, там, второй половин дня мы выдали Милошевича, 1 апреля получили первый транш по деньгам, ну, значит, что вы говорите. Что, а выходы? Вот, поэтому, естественно, что вся... эта ситуация, она, вот, еще раз говорю, нарушает общие правила и расшатывает полностью систему международных отношений. Вот эти два принципа и новых правила, они не санкционированы, конечно, еще в законодательстве, но на самом деле все равно имеют место. Дальше, что касается принятия решений, кто сегодня является центрами принятия решений? Так, ООО, есть законный центр принятия решений, это ООО. есть еще один неформальный центр, это США и НАТО, да, и НАТО, да, Соединенные Штаты и НАТО. Почему Соединенные Штаты и НАТО сегодня более эффективный центр принятия решений? Долгое решение. Вот, так, ну, вы государства, когда вас 26, как НАТО, проще вам все согласовать, чем разница по 93, безусловно. Да, у самой силы нет. Еще? Почему? Объединенные Штаты. Там нет, да, и плюс, конечно, ООН находится в кризисе на сегодняшний момент. Все проекты трансформации ООН, они наталкиваются на противодействие, в США предлагают еще много разных вариантов, вот, наталкиваются на противодействие к ООН. России, прежде всего, и Китая, в том числе, и Китая также, да, ну, главный противник преобразования, он Россия. Почему Россия вот хочет все оставить незыблемой в беде? И ровно, в принципе, что-то противостоять это в США. То есть, на самом деле, это единственный шанс России вот сохранить такое привилегированное положение в мире, на самом деле, потому что проекты, которые предлагают Штаты, во-первых, естественно, расширить Сагбезу, вот, да, включить туда Германию, включить туда Японию, включить туда, например, Бразилию, там, ЮАР, да, там, до 10-15, вот, и принимать решения простым большинством, то есть никакого права вреда, да, простым большинством, что, естественно, позволит Штатам проводить любое решение. Россию эта ситуация не устраивает, здесь мы хотя бы протестуем против каждой резолюции Соединенных Штатов, не даем им возможность принимать, вот, ну, а там уже будут, конечно, сложности с этим. Что касается санкций, что изменилось? Какие санкции в 80-е, 70-е, 80-е годы были наиболее популярны? Экономические санкции, конечно. Вообще, вот, до конца 80-х годов, наиболее популярный, значит, метод наказания страны, это экономические санкции. В 86-м году Ливию обвинили в том, что знаменитый был такой теракт, когда взорвался самолет, который летел из Лондона в Нью-Йорк, да, и ливийцев обвинили ливийские спецслужбы подготовки и организации этого теракта, ливийцы не признавали, против него у них ввели экономические санкции. В 2004-м году условием снятия с Ливии всех санкций было то, что Каддафи признает, что это Алибия организовала. Каддафи признала, вот, и санкции сняли, но, на самом деле, это не помогло все равно Каддафи, да, но, тем не менее. Что касается вот периода 90-х годов, то в основном он переходит к военным методам воздействия, к военным методам наказания страны в различных вот тех типах, о которых, интервенциях, о которых мы с вами говорили. Ну и, наконец, что касается методов реализации, что опять же изменилось при возникновении однополярного мира. так, а она соглашается с кем-то? Нет, ну вообще, а мы не надо пить. А что такое навязанный консенсус? Ну, а у нас все равно не получается. Я думаю, это страна, которая не зависит, не зависит. Так, но она все равно пыталась прийти к консенсусу. Это было в 90-е годы, да, в Литвинтоне Америка все-таки акцентировала внимание на том, чтобы договориться с ближайшими союзниками и навязать то или иное решение. Убедить их не просто им сказать, что мы будем делать то-то и то-то, а договориться с ними. Более того, они использовали стратегию вовлечения, то есть не просто договаривались со странами, но и вовлекали страну в решение проведения той или иной интервенции. Вот вовлекли Россию в решении проблемы Афганистана, Дали, никого-то еще. То есть это очень удобно. Часть времени перекладывается на другое государство, и в общем, но предвушие в 2001-2002 год, они отходят от этой практики и переходят уже к простому информированию, навязыванию своих идей, своих решений и естественно реализуют их с помощью НАТО, с помощью ближайших своих союзников. Если связано это с тем, что в 2003 году, еще раз говорю, по Ираку был такой серьезный раскол, и американцы решили, что уже больше они серьезно советоваться не будут. С приходом Оба в 2008 году он опять решил, ну так как в общем негативно в целом мире оценивали практику поведения Соединенных Штатов, он решил вернуться к консенсусу и решил вернуться к согласованию, не только даже с ближайшими союзниками, но вы знаете, что была такая идея перезагрузки с Россией, когда Хилари Кристоф приехала в Россию, и там с нашим министром иностранным делом не объявили, что они в общем осуществляют перезагрузку отношений, да, но на самом деле, когда Обама перезабирался в 2012 году, то основные претенции к нему были связаны, конечно, с внешней политикой. То есть перезагрузка с Россией не получилась, отношения стали еще хуже, чем были в 2008 году. Пытался он наладить отношения и как-то улучшить отношения к Соединенным Штатам в Исламской милии. Этого не получилось, но только своими действиями Обама худшего значительного отношения Соединенных Штатов с Израилем, да, и соответственно, вот опять же прогнозируют, что в ближайшее время Штаты могут вернуться к более широким методам, потому что на самом деле Обама не запрекали в том, что он проявляет слабое, что Соединенные Штаты теряют свои позиции и так далее, и так далее, что надо вести себя куда более жестко. И не зря Обама среди своих советников, еще раз говорю, значит, вот призвал Тушизинского, например, да, но Тушизинский это вообще, ну, просто такое знаковое имя в истории советско-американских отношений, да, вот долгое время российские эксперты, советские эксперты обсуждали, кто курс и ненавидит Россию, Тушизинский или Киссинджер, Генри Киссинджер, который, кстати, приезжал, встречался с Путиным, да, и в итоге сделали стуки такое, что в Жизинске. Но тут спор на все, но на самом деле в Жизинске, кстати, говоря, уже давно, у него есть книга достаточно известная, и в магазинах, она, конечно, есть великая шахматная доска, то есть как надо переделывать современный мир с учетом однополярного мира, однополярной ситуации, когда все державы играют в Соединенные Штаты. И он, кстати, говоря, вот его идея состояла в том, что, безусловно, надо, главное, на что должны направить свои силы Соединенные Штаты, это разграбить территорию России. То есть Россия, вот если бы Россия, это была просто вот идея фикс, да, что если бы Россия разделилась, то хотя бы на три государства, как уж, вот и миру было бы спокойнее России, проще, да, совсем, со всей этой территорией. Вот, но, в общем, значит, пока... И вы осуществляете, кстати говоря, в отношении Китая такие же идеи есть, потому что там есть тоже серьезные противоречия. Так, значит, о Китае мы с вами вот в следующий раз и поговорим. Значит, про Китай, предложений пока нет, никаких по семинарам, по темам семинарских ценностей. Знаете, Германию? Германию, тогда Европейский союз, да, в целом Германию в частности, потому что... Ну, а где Германия... Это мы в следующий раз? Нет, в следующий раз Китай, да, но на будущем хорошо. И вот можно акцентировать внимание на Германии. А Китай что именно? Я сейчас вам скажу, какие-то, которые посмотреть, да, там еще две статьи. В целом, в принципе, даже три можно, но ладно, я вам про консульциаловку сама что-то расскажу, да, потому что... Так, что касается Германии, то там либо можно посмотреть как Германию в целом, да, и как проблемы, например, в регионе. Просто, да, хочу быть проблем с Германией. Не так давно вышла книга, Германия самоликвидируется, да, посвященная контрактинфицированная проблема. Так, автор Мамонов. Статья называется «Инерция, инновации во внешней политике Китая». Во внешней политике Китая. Тот же журнал «Международные процессы», том 8-й, номер 3-й, 2010-й год. «Инерция, инновация во внешней политике Китая». И вторая статья называется «География китайской мощи». «География китайской мощи». Журнал «Россия в глобальной политике». «Россия в глобальной политике». «Россия в глобальной политике». Сайт журнала «Рокола Фэнс», номер 4-й, 2010-й год. «Россия в глобальной политике». «Россия в глобальной политике». «Давайте еще и в Израиль служим». «Израиль. Ну, Канада. Ну, хорошо, давайте прошу себя внимание. Во всем коем-каким странам есть такие… Канада, если брать ее политическое, если брать ее экономическое, конечно, там не все так свободно. Там серьезный конфликт, это, конечно, Кривейк и англоязычная Канада. Но с другой стороны, да, там более-менее спокойно подключили. Канада является, помню, десятым.